Одни ключи у тебя, вторые у меня. Куда делись эти деньги? Не знаю, брат. Наверняка украли. Нет, подожди, притормози. Слушай, я здесь такого не хочу. Я не понял. Послушай, пыбляд машины у тебя, доверенно тебе. Хочешь, выкинь, хочешь, продавай, хочешь, сжигай, в любом случае. Ко мне с такими глупостями приходить не будешь. Ты будешь платить. Ладно, брат Байрам, чего ты затягиваешь-то? Кемаль, он ведь не такой. И он брат нашего бирата. Слушай, ты не вмешивайся. Вытаскивай деньги. Деньги? Да. Я что ли их похитил? Этого я не знаю. И деньги мои похитил, еще и выделываешься. Ты на кого наезжаешь? Вор. Слушай, ты не сдерживайся, ты их пусти, пусти. Что ты делаешь? Кемаль, успокойся. Ты что несешь? Ты вернешь мне деньги, имей в виду. Друзья мои, разойдитесь. Ты отдашь мне деньги, ясно тебе? Отдашь. Ладно, успокойся, ладно. Кого ты варежкой называешь? Тебя называю. У тебя наружу написано ведь. Воришка, он все еще разговаривает. Слушай, я тебя... Так, пусти, пусти. Ладно, ладно, все, успокойся, успокойся. Успокойтесь, ребята. Слушай, начальник, подожди, поговорим. О чем будем говорить с тобой? Доверились тебе, ты привел его? Он оказался воришкой. Слушай, я тебе дам деньги, дам. Ладно, Кемаль, тихо, тихо. Ладно, ладно, все, успокойся. Я у тебя заберу эти деньги. А сейчас пошел отсюда. Слушай, начальник, Кемаль так не поступит. Вон отсюда. Доверились тебе, ты привел его? Ты принесешь мне деньги. Иначе не сможешь работать здесь. Слушай, ты к черту тебя и твоя работа. Я принесу тебе деньги, подонок. Что у вас с домом-то? А, с домом? Кажется, арендуем. Но Кемаль должен был сегодня обсудить это. Чтобы мы завтра посмотрели. А что с помолвкой? Договорились отдать это? Ничего точного не обговаривали, но... Кемаль предлагает не ждать до лета. Арендуем дом и сразу забронируем дату. Конечно, но... Даже не знаю, как это будет. Я открою. Кемаль, двосяцера внутри? Ну да, внутри. Кемаль, добро пожаловать, сынок. Что случилось? Кое-что произошло? Мы не можем добрый надавать. Почему? Я уволился. Больше не работаю маршрутчиком. Что? Пускай переломаются руки у того, кто его украл. Не расстраивайся. Что случилось, то случилось, ничего не поменять. Я не расстраиваюсь. Я просто злюсь. Я что, тот человек, который будет покушаться на его три куруша? Знаешь, позволь, я кое-что скажу. Если бы они знали кто-то, они бы так не вели себя. Хорошо, но... Я тоже понять не могу. Стекло не ломали, дверь не пытались открыть. Как это получилось? А на остановке все люди знакомые. В жизни никто бы так не поступил. Да я тоже не понимаю. Нет, ну попал ты в автобус. Зачем тебе деньги? Варну автобус. Тоже глупость. Слушай, ты немедленно отдашь мне деньги. Понятно. Ты что несешь? Слушайте, успокойтесь. Ну не культурно же. Ты вернешь мне деньги? Вернешь мне их? Разойдитесь. Вернешь деньги. Ты куда? Выйду на улицу. Нужно подышать воздухом. Не сидится дома. Я сделал, что ты хотела. То, что мы хотели. Да неважно. Рассказывай же. Что тебе рассказывать? Ну, как ты это сделал? Запасными ключами открыл дверь и зашел внутрь. Да. Я и так смог предугадать место, где Кемаль хранит нычку. Но потом... Да что потом, господи боже мой? Просто запрал деньги и все. Но Кемаль не смог дать деньги начальнику. Начальник его выгнал. То есть он подумал, что деньги украл Кемаль. Берат, открой дверь. Открой эту дверь, ну? Там нельзя. Иди на кухню. Открывай же дверь. Да что такое? Ты сделал. Что ты говоришь, сынок? Ты действительно и на это должен был пойти, да? Что ты говоришь? Говори напрямую, не надо пустословить. Кто внутри? Никого. Слушай, куда ты идешь, сынок? Тетя на дерево у нас, Берат. Кого ты там скрываешь внутри? Слушай, ты уже перегибаешь. Пусти меня. Что ты здесь делаешь? Да ничего. Я пришла спросить про тебя. Тогда чего ты прячешься? Я так захотела. Потому что я предположил, что ты будешь меня обвинять. Что вы опять замышляете? Кемаль, это глупости. Не надо мне врать. Так, успокойся. Ответь. Опять ловушка что-нибудь устроили? Кемаль. Сынок. Давай, иди отсюда сейчас. Слушай, отойди. Ты действительно и на это пошел? Слушай, ты правда все воспринимаешь не так. Кемаль, послушай, ты сейчас злой и... Ты не видишь все вообще? Ты тоже в этом замешан. Стыдно должно быть тебе. Как ты мог это сделать? Как твоя совесть позволила? Оставляю вам этот позор. Но что бы вы ни делали, вы не сможете меня сокрушить. С Бахар не сможете разлучить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok